пяточки всем привет привет вы на канале пиратская жизнь слушать-ка у нас с вами как говорится давно уже лежит стерлядка помните мы с вами добывали из нее икру вот и у нас давно лежит стерлядка я решила что ее позорится залеживаться а вот надо сделать из нее сагу дай вот мы прошлый раз как раз ее подрезали нашу рыбушку а вот и соответственно я лучше думаю надо сделать ничего нибудь давно хочу знаете сделать уху а вот но у меня там лежит еще одна стерляшка я решу пока оставить а вот с этой мы сейчас будем снимать соответственно кожу вот нарежем часть мяса сделан типа строганины а вот а хребет и голова у нас останется и я из этого сделаю может легкий какой-нибудь супчик а-ля уха так что вот мы сейчас полонам решили заморочиться а вот и сделать такую вот интересную строганина в общем не знаю что у нас получится у нас вот такая рыба в общем надеюсь у нас все получится ща будем с нее чего-нибудь мутить так вангаришь нужно немножечко подтаять под горячую воду да потому что так она очень сильно заморожена не получится делать то что с нее даже хребет не получится смыть ну что ты в эту шкуру ты не давай прямо на стол стом потом не вытирать протирать не переживай с рыбом рыба мои мечты но только ты рыба моя мечта нам нефиг делать делаем соблюдай вот так новому году еще у нас там еще одна родина есть я бы практикуемся на этой чтобы было хорошо вот сейчас нужно вот этот хребет с нее снять вот видите вот немножко мы ее подрезали тогда и все мишанин сказал что он вообще брал эти щипочки и вот ее подрезал вот даже прям видно лишь чуть-чуть давай пробуй что ты хочешь зачем ты это делаешь ее нужно как это все так шкуру нужно снять этот как чулком думаешь так вот эти соответственно думаешь ручки ручки называемый а чуть сразу их не средств думал что все хорошо давай лишь ручки а я боюсь ты сейчас речь потом будет сложно снимать в общем цель такая чтобы сначала снять шкуру а потом мы просто настругаем как знаете как строганинку сделаем тоненько ножичком потом уже подсолен соль перец что-то масло в принципе все есть вот эту фигню надо выкинуть холодно давай я в тебя верю так аккуратненько мы хвост уже и подрезали кое-какие полники тоже все срезали но ведь не до конца холодная так она и вообще должна быть замороженная так что давай замороженную такая рыба моей мечты а это у нас пойдет на уху в путь давай срезаем а слизкая неудобно вывозьми пускогубки учета ногтями ты делаешь все надо было мешали вызвать вон это все нам сделал в обмен на что-нибудь такое мысли сколько мясо срезал я вот это вот оставлю я вот это вот оставлю у меня пойдут на навар вот этот фигню можно выкинуть а вот это вот хребет я ставлю у тебя тоже папа подрясы и давай доставай из кгубцы что вообще пилу доставай циркулярку будет циркулярка сейчас раздевают рыбу весело красота 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 хочу я держи хочу я держи на на я держи он тут будет фигня страдать я тут держи почти давать больше о пошел-пошел процесс ты по плотнее держи но сервис как хорошо вот кстати реально смотрите пускогубки включать дельный совет на мешай до конца не снимешь так ну по чуть-чуть полегонечку как жир то на этом чем нас цель сейчас вот снять в эту шкуру вас вымерзло уже все так все пока камеру отключать там что неудобно давай в общем короче это понос нож мне нифига палец меня 3 холодная собаку еще разделом рыбу а вот это попробую сейчас вот этим поскольку ну 10 лишь он нечего ты к чё ты меня отрезал тогда тебе говорил блин срежу ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну что-то чё а-а-а-а-а даже не знаешь с какой стороны подлезть ты снимается он решил ее попробовать отмыть от слизи горячей водой открывается почему-то вот когда вот говорят вот так легко все снимается прям вообще получается как будто срок вижу просто дала чуток у меня постоянно давай 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 сделай все давай я вам поле по валяется диване а ты все сделаешь а я потом приду посмотрю поем просто хорошо пошло игру надо было немножко под разморозить и тогда вот все был бы супер а мы ее прям ледушкой и решили снимать нам тут возьмите как чулок она должна сниматься пофигу нам мясо давай снимай все равно на в любом случае снимется так это я опущу на этот потом пустим сварим из него бульон лично либо хорошо пошло еще будем срезать мяско он профессиональный раздельщик рыбы в общем это вот ма на наш вам совет в общем сразу прямо из морозилки не пытайтесь чуть-чуть и под разморозить лучше под горячей водой смыв вот эту слизь тогда будет легче разбирать вот здесь тоже подцепить кстати плоскогубцы хорошая тема такими же не был немножко просто он не сказал что уже предварительно чуть-чуть под разморозить вот эти вот самый важный нюанс не сказал рыбка наша готова хорошая получился вот кстати сейчас вот она прям вообще отлично снималась так сейчас вся задача стоит в том чтобы аккуратненько мяско срезать ты думаешь вот этим ножом от голову хочешь отрезать да прям так держать будет удобнее нет вот это я потом зайти на бульон пущу уметь какие прям шкурки все сделаем вкусный бульон кто выкину вот это тоже я сварю просто даже найти похлебать сколько мяса тут осталось сколько мяса сколько мяса так ну и сейчас нужно с нее срезать как можно больше мяса вот это а хребет помните как пустынка живи хребет потом спадет на бульон производства рейку вон я тебе дала он туда тарельку срезать потихоньку сядь и сиди так будешь чем так вот тоненькими кусочками делаем чем тоньше тем лучше чем тоньше тем лучше сильно длины это не надо бери руки сейчас мы их нарезаем все это дело потом будем солить перчатить долин боли вообще учи вижу ты говорю так положи и просто с боков срезай и все вот так не надо ее не как трясти вот пускай на тебя лежит вот так вот потоньше чем тоньше тем лучше типа алястроганина а некоторые кстати такую рыбу едят там вообще чисто подсолит подперчат и все потихонечку обстругиваем но все в общем все мы порезали что хотели вот столько у нас получилось филе и вот эту нас кусочки пойдут на уху может быть немножко сварить в принципе здесь тоже еще осталось немножко мяса вот не так много да хотел бы чтобы она не заканчивалась но все же но суп то тоже он должен быть с мясом так что вот такие кусочки у нас будет раз два три 4 5 вот а еще здесь смотрите у нас еще на голове очень много осталось ну вот как раз и это у нас тоже пойдет на бульон я потом сварю и можно будет вот это вот просто подварить голову и вот эту всю фигню потом выловить и уже добавить вот эти вот куски и чисто с ними сварить все так сейчас будем солить кусочки на смотреть какие получились тоненькие хорошие вот есть потолще есть потоньше вот есть вот такие вот хорошие такой серьезные грязь и можно есть там так интересный вкус но мы решили посолить и замариновать это дело хорошие такие куски жирочком тут все дела сейчас будем делать сагудай 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 что прилично у нас получилось деликатес деликатес а в общем для сагудай нам потребуется луковицу еще до получается красного лука вот вам режет четвертинками так дальше что у нас потребуется уксус у нас в данном случае яблочный вот лимонный сок это у нас как раз для маринада соль и перец и чеснок до 2 зубчика и рыбы у нас где-то получается грамм 400 наверно да такой у нас будет сагудай вот будем мариновать вообще на самом деле как пишут что принципе вы можно будет есть уже через два часа мы все-таки решили его настоять потом по баночкам разложим вот у нас будет сагудай с лучком там совсем вот этим делом очень вкусненько сейчас про масло использовать нужно решить а какой отчетом пишет пишет кто-то кому-то принципе нравится без запах без запаха до чтобы кто-то запах но это по сути знаешь какую-то селедку например да вот так вот тоже вот с луком то есть принципе как готовая закуска получается ну я предлагаю не знаю я люблю с запахом давай запахом сделаем я обожаю запахом вот как у нас эти рыбки получилось на струхали ампромис уголь правильно надеюсь правильно что нам будет пажем мякать мисочки рыба замороженная и чё сразу отдаст очень чеснок у нас просто рубля не получается так вот сагудай вообще мне кажется такой сагудай можно делать из любой руби по сути красный белый из красной сбилась чтобы область свежая свежая но у нас получается подмороженная сколько у нас получается две три недели назад она у нас была распотрошена а вот и соответственно она с проморозилась то есть все вся бяка и прочее у нас соответственно не ушли кружки чё у нас сейчас получается мы сейчас выкладываем слоями что то есть мы выкладываем слоями дальше потом перемешивай ты будешь конечно так у крана выкладываем рыбушку слоями потом у нас а почему они просолиться же давай чуть-чуть надо там соли нужно пол-ложки пол-ложка вообще столовой столовой на вот такой колесе рыбы а перец зачем так не новую соль получать потом что перемешать а ты сейчас ее короче выкладываю чтобы нормально ее про рыба рыба нежная если я прям дайте перемешивать сожалению будет этот она порвется сейчас тоже мы ее доставали я напрямую практически рвалась сделан подаст этим вкусным я кстати еще помыла такие баночки такие вот остались хорошие чистые баночки нужно прям плотненько потом уложим будет вкусненько так не вон молодец и я молодец готовим деликатесы кусочки ну тут хочет дает расстают давай все хватит хватит давай а может еще что-то какую-то другую травку вообще сагуда это считается знаете как северная закуска да и свежая рыба то есть он слабо соленая совершенно вот просто с луком с чесноком с маслом без без лука без чеснока делается это для стерли где идет а и вообще северная рыба используется свежая там сидит только лук соль перец и масло по сути грубо говоря какая свежая рыба выкладывает тоже разве попал тут большой надо теперь все это высыпается услуг и чеснок сюда же идут все ну что у нас был память лучшую суток сюда команду т.к. распределяем что дальше соль перец соль сколько пол ложки по луку по всей поверхности по луку да естественно блин по ложке все так теперь что масло нет давай похоче хочу с похоче 3 ложки 3 ложки давай масло наливаем аккуратненько по всей поверхности мне кажется как у нас рыбы много на 4 ну хозяин барин так теперь у нас уксус идет две ложки столовых у нас даже не стала у нас получается десертная поэтому можно чуть побольше столовая не там еще больше пол ложечки вот и лимонный сок да давай все 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 теперь это надо все аккуратненько перемешиваю да так вот с будучи сейчас мариноваться ой сушить аромат уже хорошо супер срежь бы сагудай сагудай домашний вкусный сагудай и аккуратненько все это дело перемешиваем несколько раз да чтобы у нас равномерно распределились все маринады прочее ложка фигня решила руками руки чистые аккуратненько все это дело руками так будет лучше вообще мне кажется лучше лук был по жмякать вот сок да сейчас что делаю вот уже макой сагудай сагудай так теперь у нас что у нас теперь настаивается по-моему два часа до часа а потом можно раскладывать по баночкам сейчас надо будет еще раз перемешать потом получается можно будет его разложить по баночкам ну и на следующий день я думаю можно вот такой вот сагудайчик у нас получился запах кстати обалденный просто обалденный стал от с рыбой в общем будем пробовать завтра как у нас все получилось ну а пока оставляем настаиваться два часа потом через час мы есть то все перемешиваем еще на час оставляем потом мы все разложим по баночкам ну и на следующий день когда у нас просулиться будем кушать все ребятки всех любим всех целую увидимся на следующем на следующих видео всем хорошего настроения ребятки сагудай мы делаем впервые это наш первый опыт так что пожалуйста не будьте слишком строги надеюсь у нас все получится но в любом случае здесь ничего вредного нету рыба хорошая у нас было очень соль перец и прочее что получится получится либо случае знаете пахнет уже очень-очень вкусно она вас промаринуется и можно будет спокойно кушать